но поскольку язык нашей школы русский и английский но при этом возникать вопросы прямо во время доклада сначала я задам вам такой вопрос сверхпроводник переход сверхпроводящего состояния это фазовый переход второго рода соответственно это означает что есть нарушение симметрии какая симметрия нарушается при переходе сверхпроводящего состояния а то что это фазовый переход второго рода это означает что есть параметр порядка величина отличная от нуля ниже температуры перехода она есть комплексная величина поэтому можно представить как соответственно когда мы переходим сверхпроводящего состояния то возникает фазовая гигантность то есть все частицы которые у нас есть у них фаза уже определена она непроизвольна непроизвольна в разных точках пространства а это нарушение перехода из случая когда фаза произвольна в случае когда фаза зафиксирована это и есть нарушение калибровочного варианта вообще симметрия кристалла состоит из в общем случае трех классов во-первых это группа у 1 это то что связано с калибровкой калибровочной симметрии следующее это симметрия по отношению к обращению времени без внешних магнитных полей без каких-либо специфических воздействий на систему она всегда сохраняется и последняя это точечная группа преобразований кристалла соответственно мы переходим управляющий фазу устанавливается макроскопическая к деревне между частицами вот этого один нарушается остается связано симметрии кристалла определяется кристаллической и следует на все величины включая параметр порядка и сверхпроводящую щель они должны удовлетворять вот этим симметриям я сказал практически всегда удовлетворяется а вот уже накладывают ограничения по сути мы можем взять вот эту щель и в соответствии с группой преобразований кристалл ее проконсульфицировать сказать что вот у нас есть например вращательная какая-то группа преобразований c2 или c3 значит параметр порядка будет есть инверсия и получается вот такая классификация есть симметрии и если мы эту классификацию запишем то мы как раз получим все возможные варианты для параметра порядка дельта что там может вообще реализоваться а дальше уже зависит от конкретного случая в одном кристалле будет одно другом другое и появляется еще один вдруг взаимодействие которое приводит формирование сверхпроводимости это взаимодействие она может позволить из всей большой групп выбрать какие-то определенные книга в стиле ландо увлевшится поэтому информации там много хорошая но чтобы ее понять там каждую страницу это надо на 10 страниц расписывать мелким текстом чтобы точно узнать что там но тем не менее как сборник информации очень хорошо так итак здесь я расскажу про сверхпроводимость потом про один статистический механизм спаривания становлюсь в основном на сверхпроводниках на основе железа как примеси влияют на необычную сверхпроводимость ну сначала опять пара уж слов почему мне интересно заниматься сверхпроводимостью а григорий эфимович воловик мне тогда издал книгу название вселенной в капле гелия где он показал полную аналогию между такой квантовой системы как гелий если она формирует каплю кто там реализуется все то что включено в стандартную модель элементарных частиц там базов и калибровочная вариантность и так далее вот я хочу сказать что сверхпроводники ничем не хуже а именно нарушение калибровочной международности проекта с вами уже поговорили она там есть там есть мода хикса мода легита и так далее поэтому я могу сказать что в публичном сантиметрическом проработка тоже содержится вся вселенная поскольку вселенная описывается квантовыми явлениями они проявляются ну и с одной стороны фундаментальная наука не занимается извлечением какой-то пользы для народного хозяйства она ограничена тем что получает знания с другой стороны самое интересное есть парадокс фундаментальной науки заключается в том что все что нас окружает оно получено благодаря этой самой фундаментальной науки то есть вот пластик который входит в эту бутылку смартфоны и так далее если бы не было развития фундаментальной науки хотя она напрямую практического применения не имеет тем не менее все это входит в нашу окружающую жизнь ну вот и поэтому особенно приятно когда изучаешь что-то фундаментальное а потом оно находит реализацию в окружающей жизни вот сверхпроводник как есть два важных явления первое это то что сопротивление обращается в ноль на некоторой критической температуре на dc и второе важное мнение это эффект мейснера то что сверхпроводник выталкивает магнитное поле соответственно возникает магнитная левитация ну и на основе этих эффектов связано уже такие крупномасштабные применения сверхпроводимости как лимитирующие поезда которые движутся с огромной скоростью за трения различные генераторы моторы сверхпроводящие провода и только несущие линии которые позволяют вот крупных электростанций передавать на подстанции без тепловых потерь электроэнергию ну и использование сверхпроводящих магнитов таких глобальных проектов как большой агронный коллайдер цернии и вот проект по получению термоядерной термоядерного синтеза итера вот эта краткая история сверхпроводимость позаимствована из википедии собственно реакция началась в 1911 году с открытием сверхпроводимости в бутуте и вот эта вот линия это так называемые классические сверхпроводники критические температуры ниже чем температура жидкого азота с ними все достаточно хорошо понятно ну вот в 86 году открыли так называемые упраты упратное соединение высокотемпературные сверхпроводники так назвали потому что критические температуры были значительно выше низкотемпературных и превысили температуру жидкого азота ну а в 2008 году был открыт еще один класс сверхпроводников который по сути показал что упраты это не единственные высокотемпературные сверхпроводники то есть они интересные но они не настолько исключительные чтобы быть единственными соответственно соединение соединение железа 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 ну и современное достижение это комнатно температурная сверхпроводимость при критической температуре 200 до 260 кельвинов но при громадном давлении порядка 200 гигапаскаль то есть у упратов есть одна особенность они слоисты есть слои кубрума и до следующего слоя кубрума довольно большое расстояние поэтому их делают нормальные хорошие круглые провода проблематично делают сверхпроводящие ленты и для практических для практической пользы они не очень хорошо подходят ну и то же самое вот эти комнатно-температурные сверхпроводники все замечательно конце высокое но давление 200 гигапаскаль и возможно получить только в настоящее время в алмазных накоплениях ну и вот эти классические сверхпроводники они достаточно хорошо были описаны в теории Линзборда-Ландау с помощью теории Бакаша и теории Лярдена и понятно аналогичное развитие для вот этих вот высокотемпературных комнатных температурных сверхпроводников они классическим чем вот к этим необычным аппаратам и негтидам ну вот я буду в основном говорить именно говорить именно это разные соединения в основе всех лежит квадратная решетка атомов железа окружена может быть мышьяком или же селеном это это калькогенида железа они тоже слоистые то есть есть вот слой потом следующий слой но они заготове проводимости не настолько высока как у фрата поэтому их в практическом применении использовать можно ну вот это слайды позаимствованные у Кирилла Первакова из ФИАНа где собственно говоря собрана информация как какое из этих вещество может быть синтезировано при высоком давлении или плохо использовать на открытом воздухе далее параметры анизотропии вот во-первых столовины анизотропия сопротивления высокое критическое поле hc2 250 тесла приводит к тому что из них можно делать разные магниты например из семейства 1 2 2 кабели моторы генераторы сквиты и так далее соединение железа они оказались промежуточным звеном в некотором смысле между классическими проводниками с которым очень хорошо и просто работать и купратами с которыми сложно работать хотя у них есть некие положительные характеристики нефтидерс эти особенности есть у всех твердых тел но до 2008 года так получалось что много чего можно было описать в однозонных моделях если мы рассмотрим энергетические уровни изолированного атома после этого мы поместим их кристаллическую решетку когда появится зависимость от расстояния которое преобразование дает нам зависимость от квази импульса а если после этого мы еще включаем электрон взаимодействие то у нас формируется множество называемых электронных зон и тут можно выделить два случая первый случай если уровень ферми пересекает только одну из этих всех зон это так называемый однозонный случай это то что достаточно неплохо в некоторых приближениях работает в купратах и многих других а бывает когда уровень ферми пересекает несколько зон когда мы уже говорим о многозонном случае то есть несколько зон пересекают уровень ферми следовательно а состояние на этом уровне формируется из нескольких зон это приводит к тому что тогда мы берем сечение энергетические поверхности или энергетические сечения получаем ферми поверхность на которой собственно говоря и разбивается вся физика то есть все возбуждения в твердом теле идут вблизи уровня земли и вблизи поверхности вот для соединения железа оказалось что это существенно многозонная система то есть вот у нас есть цилиндры вблизи гамма-точки вблизи центра зоны и цилиндры вблизи цилиндров м раз у нас есть две группы цилиндров мы уже не можем сказать что вот у нас пусть и сферическая или пусть цилиндрическая на ферме поэтому здесь несколько будут еще дополнительные процессы целый класс ну и самая простейшая модель будет такая вот эти вот цилиндры они слабо графированы вдоль козет это как раз признак анизотропии анизотропии и если мы сделаем срез сделаем двумерную модель она будет состоять из вот таких вот кругов фермы контуров по центру они имеют дырочный характер и электронных ферме поверхностей по краям это вот самая простейшая модель дальше ее можно усложнять упрощать уже уже и вот когда мы говорим про сверхпроводимость про сверхпроводящую щель она открывается на уровне ферме на ферме поверхности и вот теперь у нас есть ситуация когда у нас не просто один контур ферме а несколько соответственно всех на них откроются щели вот еще раз можно провести аналогию с тем как выглядят зоны почему электронные дырочки здесь возникают если мы имеем дело с полупроводником то у нас есть зона проводимости валентная зона и потенциал или уровень ферме лежит нежными соответственно лежит щели теперь если мы эти зоны сдвинем ну потому что такая кристаллическая структура такое перекрытие от деталей они будут перекрываться и уровень фермы будет их пересекать и вот собственно говоря дырочные и электронные вот это вот такая простая картинка откуда они берутся соединением железа можно заниматься так называемым дапированием которое иногда называют фигированием то есть мы хотим вот этот самый уровень химпотенциал или уровень структура подвигать чтобы он пересекал зоны вышли или для этого можно например вот в соединении в этом клопо заменить один из элементов который лежит не в плоскости железа например кислород заменит на фтор и тогда электрон освободившийся при этом он перейдет в плоскость железа таким образом мы повысим концепрацию электронов но химпотенциал у нас как как уровень воды чем больше электронов тем он выше поднимается уровень поднимается и благодаря этому можно строить фазовые геограммы то есть откладывать по вертикальной оси температуру по горизонтальной оси откладывать дополнительные электроны которые приходят в плоскость железа и вот ноль это антихермогнитное состояние дальше меняем количество электронов и может получить сверхпроводящие состояние меняем в другую сторону получаем сверхпроводящие уже для другой системы это барий железо заменено на углы вот такая фазовая диаграмма она очень похожа на то что рисуют для тех самых классических фтсп они тоже меняют уровень допирования соответственно есть магнитная фаза и сверхпроводящие но между двумя случаями есть соединения еще отсутствуют вот вот в красном показана решетка атомов железа а желтым это мушьяк особенность структуры состоит в том что мушьяк и атом железа образуют тетрайдер сверху снизу четыре атома а в соседней ячейке наоборот мушьяк снизу тетрайдер вниз тетрайдер вверх тетрайдер вниз из-за этого если мы ограничиваемся ячейкой в которую входит только один атом мушьяка ну вот мы получаем вот такую простую модель которую я рисовал но получается что у нас две неуквивалентные позиции два атома мушьяка один сверху другой снизу соответственно настоящая элементарная ячейка должна включать оба эти атомы вот вот такая вот большая она в два раза больше чем вот эта зелененькая и повернута ну раз она в два раза больше и повернута то переходя в импульсное пространство у нас то например наоборот будет в два раза меньше и тоже повернута вот вот это он синяя поэтому когда обсуждают эксперименты в этих соединениях то иногда обсуждают в одной зоне иногда в другой то есть иногда вот в этой элементарной а иногда в большой и сильной надо всегда подкариться здоровьем что можно сказать про вот это магнитное состояние магнитное состояние можно сказать следующее оно оно здесь подписано как SDW то есть спинденситб волна спиновой плотности розык стали как называются опять-таки в пику упратом где там всегда писали AFM антиферамонмедик раз там сильно коррелирована система то там еще и открывалась щель соответственно это был диэлектрик здесь везде металл а вот какая магнитная структура так называемая страйповая то есть спины в одну в одной вот такой вот в одну сторону одна линия а в соседней и потом снова давайте да это не шахматный порядок это называемые страйповые магнитные ну естественно будет в одной и другой элементарные ячейки но сейчас главное вот что вот этот магнитизм это означает что когда мы увеличили уровень дапирования мы этот магнитизм получается убиваем но магнитные структуации остаются то есть дальний порядок магнит не ушел с дальним порядком бороться сложно если он наступил то все система ну вот а если мы этот магнитизм убили за счет дапирования то спектопроводимость возникает как раз там где есть пунктуации пунктуации этого самого магнитизма ну и если смотреть на решеточную релаксацию которая как раз отражает то какие там магнитные взаимодействия при низком дапировании она вот так возрастает сильно а при более высоком подъем сохраняется но потом она уходит функтуации есть раз есть функтуации то мы можем прийти с помощью них к одному интересному результату что такое обычная и обычная сверхопроводимость это то что описывается теория пкш которая которая была сформулирована в 57ом году связана она с тем что два электрона из-за того что они взаимодействуют с решеткой ионами решетки они могут образовать связанное состояние неустойчиво не связанное состояние неустойчиво если можно описывать разными способами идея основная если вообще деталями вот электрон он находится в окружении ион электрон отрицательно заряженные ионы положительно заряженные электроны ионы пока он был здесь они к нему притягиваются то есть они из своих положений они сдвинулись к этому электрону а он ушел электрон маленький легкий он может быстро уйти а пока пока они сюда приползли вот они собрались и значит 10 избыток положительного заряда а положительный заряд притягивает отрицательно и вот получается что этот электрон создает за собой избыток положительного а за ним бежит другой который в этот избыток положительного притягивается они получается как будто движутся вместе такое объяснение на пальцах почему они друг к другу притягиваются если это перевести на язык квантовой теории поля они обмениваются с фаноном то есть возбуждением решетов один электрон он звучит взаимодействие в данном случае это фанон и другой его вблизи поверхности фермия они образуют связанные состояния выражение для параметра порядка то есть в общем случае вот это дельта оно зависит ну это все-таки система в реальном пространстве соответственно вот это дельта можно определить в каждой точке пространства если перейти от координат тырмусом у нас получится импульсная зависимость вот здесь вот она и написана дельта катая минус взаимодействие в котором отменялись два электрона 2 это это с электронным фаномным взаимодействием все просто вот это вот в оно отрицательное это притяжение это значит что это отрицательное минус превращается плюс компенсирует и значит получается уравнение здесь дельта здесь сумма разных положительных величин стоит е положительных дельта может быть больше нуля дельта справа и самое простое решение когда у нас вот дельта от импульса не зависит от константа дельта константа электронно-фаномное взаимодействие оно описывается вот такой вот функции и если у нас частоты небольшие энергии небольшие то тогда мы работаем до депаристой частоты у нас все сокращается что эффективное взаимодействие это константа приближенная которая есть минус шире электронно-фаномное квадрат ну и можно пойти дальше и посмотреть что будет если не просто одноэлектронная система вот у нас шел один электрон шел второй обменялись ну вот обменялись один раз обменялись два квадрата и так далее отсюда уже получить максимальную суперсу неустойчивость вот оно таким вот образом выглядит то есть если вот это расходится эффективное взаимодействие это значит у нас есть некоторое связанное д у вас функция то щель открывается вот полностью изодроп а если у нас несколько листов поверхности на газонной системе то у нас открывается щели на всех вот этих листах щель открывается на всех однородных и для соединения железа щель получила название с плюс плюс чтобы подчеркнуть что она нигде одинаковые здесь ну вот но были теории которые говорили что может быть это оно реализуется соединение железа с другой стороны анализ электронно-фономного взаимодействия показал что вообще говоря оно не может обеспечить какие высокие температуры какие наблюдаются в эксперименте ну и тогда люди стали искать альтернативу ну а что у нас альтернатива вот у нас есть вот у нас есть электронно-фономное взаимодействие его недостаточно что у нас еще есть у нас есть антитерромагнитная фаза и магнитные фруктуации так может быть эти самые фруктуации магнитные спины они могут быть эффективным взаимодействием которое позволит частицам собраться внутреннюю фазу и образовавшиеся упражняющие состояния ну и в самом простейшем случае вот мы рассматриваем так называемую модель Хаббарда она очень простая состоит из решетки в которой есть пересток частицы с одного узла на другой движение и кулоновское взаимодействие от него остается только одноузельное хаббардовское то есть кулоновское взаимодействие это обычно тотально действующее величина но если она экранирована другими электронами то этого далекого хвоста нет остается только то что нейтронируется на одном узле когда два электрона собрались на один узел они по принципу Пауле должны иметь противоположные спины вот они но между ними будет кулоновское оплату то есть с ним там находиться и вот если в этой модели попробовать вычислить то же самое что делается для электронно-фанонного взаимодействия но при этом взаимодействие это будет кулоновское то возникает такая вот ситуация это было описано еще в том году разница с колобина возникают вот такие вот процессы дополнительные процессы связанные связанные они с вот электронно-ферочная петля можно сказать поляризация вакуума то есть квант излучения есть квант есть он дальше родил пару частиц частиц зырка дальше они аннигелировали излучили квант следующая пара и так далее в физике вот такая вот электронно-ферочная петля физика конденсированного состояния известна под именем восприимчивости ну а поскольку мы здесь хотим сформировать куберскую пару у нас электроны должны быть с противоположными с соответственно мы приписываем спиновые индексы и видим что они должны быть противоположными то есть это не просто восприимчивость а спиновая спиновая восприимчивость модели хаббарда вот это да в данном случае так все помните что такое восприимчивость отклик отклик системе нам возникает спиновая восприимчивость на процесс у вас нарисованы основных одни пузырьки а другие лестничные чем они отличаются то есть те и те уносят спиновые восприимчивости или одни больше одни меньше смотри тут нарисовано то что так называемую губеровскую решину то есть непосредственно спаривание сама восприимчивость я про нее еще подробно расскажу она вот эту электронно-двырочную петлю и здесь тоже можно собрать вот вот но спиновая немного другая тут вот что восприимчивость хим это то что мы привыкли видеть то что можно измерить в эксперименте прикладывая на поле измеряя м это так называемая однородная восприимчивость она одна для всего образца а если мы хотим ее измерить локально то есть мы смотрим вот у нас есть точки в рфространстве то есть в этом образце и в каждом точке мы ввели эту самую восприимчивость то есть она получается он записан как х от r ну и когда обычно в твермом деле мы переходим к 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 то вот эта вот теория, которую сформулировал Скаллопин в 89-м году, она изначально была для терромагнитных систем, и там получались интерпретные. Ну, я сейчас буду говорить про скидку. Вот эта вот петля, она физически хорошо известна, это так называемая кульция Ринхарда, это фермовские кульции, а здесь разница энергии, определенная частота. Она, постойку, ну, мы можем видеть какой-то информации, собственно говоря. Цимически, что это такое будет после интерпретирования. Вот, если вот все, что было там нарисовано, переписать в виде формул, такая комбинация, там, в кубике, 0 в квадрате, и так далее, и так далее, и все это вместе превращается вот в такое выражение, которое можно записать вот так. Здесь стоит х0, 1, минус у на х. Вот это, так называемая, вот это вот целиком, это уже спинновая расприимчивость приближения хаотических паз, она была давно известна, и особенность ее состоит в чем? Вот у нас есть это хи, смотри, представим, что вот это вот хи расходится, обращается в бесконечность. Что это означает вот в данном выражении? Это означает, что бесконечно малого аж достаточно, чтобы появилась конечная м. То есть бесконечно малого поля, то есть то, что мы называем спонтанным переходом в магнитопорядоченность и состояние. Поле мы не прикладываем, а раз система перешла в магнитную систему, в магнитную систему. По сути, вот это вот хи, это то, с чем связан критерий стонера перехода в магнитное состояние. И вот эта вот расприимчивость, она в таком виде как раз выражает критерий стонера. Вы его, возможно, видели немного в другом исполнении, но смысл-то такой, есть единица минус, вот эта вот какая-то эффективная личина, которая, когда обращается в единицу, возникает распространенность. И это и есть магнитный переход. А если мы находимся в даре от перехода, то вклад от этого маленький, а если мы приближаемся к переходу, то вклад от знаменательной большой. Улики ноль близко к единице, и вот этот вот знаменатель мал, следовательно, все это велико. И поэтому мы получаем довольно большое здесь взаимодействие. Вот это вот второе, так называемое, зарядное, здесь ничего интересного научного происходя. Вот это вот, и 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 вот. Можно, если у нас есть некое взаимодействие, а в данном случае вот эти вот величины, как раз то, что вносит вклад в взаимодействие. Можно записать среднеколевой гамильданиан типа Боголюбова, где стоит вот это самое эффективное взаимодействие, и подразумевается, что со сверхпроводимость ответственно вот эта часть справа. Тогда уравнение типа БКШ из него получается точно такое же, как для электронного взаимодействия, но под В мы уже подразумеваем какое. Под В мы подразумеваем вот эту В полученную гамму, то есть вот эту вот величину. Она зависит от импульса. Вы положите, при каком-то импульсе у нее есть максимум. То есть она не хи от ху, при ху равном ху максимально, при остальных она небольшая, а тут она длинная. Самое простое приближение, это когда у нас это есть дельта-функция, то есть при определенном ху у нас есть хи пропорциональный гамма. Ну и вот берем вот это вот, подставляем формулу БКШ, дельта-функция снимает суммирование х, и остается вот такое вот уравнение. Но здесь торчит минус. Этот минус сразу нас приводит к отсутствию решения с дельта-молицей. То есть если мы скажем, что вот эти дельта-функции совпадают, то надо сократиться и останется единица равно минусу положительной личности. Его решение не имеет. Самый простейший вариант, когда дельта меняет знак. То есть когда вот это дельта-к плюс путь, дельта-к то и разные знаки. Все тогда минус ушел, получилось вот такое вот уравнение, и можно уже его решать. Из вот этого е вытаскивать дельта. Получается, что в данном случае у нас даже нет возможности получить самый простой вариант, когда вот этот коллектор, она как станет. Данное взаимодействие, спинфунктуационное взаимодействие, не дает нам такого решения. Раз электронно-паномное взаимодействие, не дает нам нужных критических, значений критической температуры, спинфунктуационное не дает нам решение S типа простейшее, ну значит система будет сваливаться в следующее возможное решение. Вот он вот здесь написан. Дельта-к равно минус дельта-капбарда. Для нее единственное возможности. Ну и собственно говоря, теорию спинфунктуации развивали многие люди. Основой была не модель Хаббарда, а обобщенная модель Хаббарда, когда мы учитываем, что в системе может быть не одна орбиталь, а много орбиталей. Там возникает кроме хаббардовского отталкивания, возникает хундовская, межорбитальная отталкивания и так далее. Все детали, они вносят в вклад. Ну вот, и... Сейчас я скажу еще раз про спиновую спринчусь. Каким образом вычислять спиновую спринчусь? Вообще говоря, спиновую спринчусь, это не что иное, как спин-спиновый коррелятор. Я сейчас запишу выражение. Для какого-то коррелятора. То есть восприимчивость в корреляционных нитях. Соответственно, если мы говорим, что она зависит от корреляционная функция двух спинов на различных упаковках. Вот этот спиновый оператор, оператор спина, это что такое? Это компоненты SX, SY и SZ. При этом SX и SY, они лежат в плоскости. X, Y, их удобно собрать в одно целое с другим обозначением. В операторе S плюс или S минус? S плюс и S минус. Это SX плюс и SZ, это SX минус и SZ. Мы просто от одних переменов перешли к другим. Но особенность их заключается в том, что S плюс повышает спин, то есть вы этим оператором действуете на какое-то состояние, и спин его повышается. S минус действуете на состояние, и спин понижается. SZ так и остается. Ну а если мы говорим про спин, вращательную инвариантность, что это значит? Это значит следующее. Во-первых, спины у нас всегда записываются в спиновом пространстве, а не в реальном пространстве. Это их собственное пространство, оно от реального отличается. Его можно связать с помощью спин-орбитального взаимодействия, но в общем случае оно отдельно. Итак, это означает, что вот эти вот операторы спина, если у нас нет никаких внешних воздействий на них, они могут спокойно в этом спинном пространстве вращаться. То есть мы там не можем выделить какое-то направление без магнитного поля. Если мы приложим магнитное поле, вот пожалуйста, спина настроить. А если его нет, то она в общем-то произвольна. Ну и тогда, если мы возьмем, отдельные компоненты напишем, то у нас получится, что SZ на SZ подразумевается разную услугу, должно совпадать с SX на SX и должно совпадать с SY на SZ. Это так называемая спин-ворощательная инвариантность и спин-ротейшнная инвариантность. Ну вот, ну можно то же самое для S плюс S минус записать. И из-за этого даже не обязательно в дальнейшем отдельно эти компоненты вычислять. Можно одну из них вычислить и все остальные будут через нее выражаться. Поэтому в дальнейшем мы этим займемся. Сейчас переверну. Спин-ворощательная инвариантность это функциональная функция двух спин-ротейшнных. Если у нас в системе много капиталей, то все орбитальные инвариантности всегда обрешиваются и на украинчу и на спин-ротейшнные операторы. Ну, они тут все все распространены. Потом оператор спин-ротейшн записывается через операторы рождения и изображения для того, чтобы можно было проводить все вычисления. Вводятся вот такие вот средние из этих двух операторов. Если вы с функцией не встречались, то функция грина это амплитуда вероятности того, что некоторая частица была в одном месте, а спустя какое-то время она оказалась в другом месте. Вот это вот одно место, другое место. Это, соответственно, момент гибриди. Точка R1, R2 и раньше-позже это T1, T2. То есть есть промежуток времени и некое расстояние. Перейдя к курие образом, мы получаем зависимость и импульс, ну и, соответственно, частоту. По-другому называется пропагантов, то есть частица переместилась. У вас в него времени, естественно, здесь проявил времени и потом с частотами. Ну, собственно, переход к частотам вот он будет написан. Сначала все написано на так называемом мацугаровском времени для того, чтобы можно было учесть коричневую температуру. Ну, это детали, которые пока не очень важны. Ну, вот есть этот пропагатор для нормального состояния, то есть просто движение электрона, а если мы находимся в сверхпроводящем состоянии, там сложнее. У нас уже Куперовские пары, соответственно, эта пара тоже может каким-то образом двигаться. Ну, и тогда вводят вот эти вот F-кресты, это аномальные функции Грина, которые пропорциональны в правильный порядок. Мы вот все вот это восприимчиваем, если мы используем операторы понижение или повышение F-кресты, с минус, можно записать как произведение вот этих вот пропагаторов. Нормальный и аномальный, которые по такому называют функции Грибова. Это те самые электронно-дурочные ветки, которые появлялись у нас раньше. То есть вот это хи-это можно описать на языке электронно-дурочные, что отсюда здесь рождаются электронные ветки, и здесь они и амбилитные. Ну, и то же самое только здесь для пары. То, что связано со сверхпроводницей. Вот этот ноль здесь означает, что мы воспользовались самым простым напряжением, то есть мы взаимодействие не учитывали. Если просуммировать по всем вот этим орбитальным то получится так называемое физическое расприимчивость. То есть то, что уже напрямую относится к расприимчивости вот этот хим умноженный на путь. Вот этот пинут, что инфицировать по углу и по метрам получится однородное. Если включать взаимодействие, то многоорбитальные системы очень много, поэтому нужно аккуратно разбираться с той иной, за что отвечает. Поэтому записываются какие-то определенные матричные элементы. Ну и всем вот этим волнистым линиям сопоставляются какие-то значения вот здесь хаббардовская ухабардовская отталкивание, здесь со знаком минус хундовский обмен, здесь межорбитальная хаббардовская отталкивание и так далее. все это можно проделать, все это записать, после этого все вместе собрать и получится тогда вот такая вот картина для того, что происходит с этим самым электронным дырочным возбуждением. то есть вот это так называемые вершины дамы это полное электрон дырочное возбуждение, возбуждение в отсутствии взаимодействия и дальше добавляются члены, связанные со взаимодействием. это все матрицы орбитальные дополнительные усложнения, но оно легко преодолевается, если мы под всеми величинами засуливаем минимум матрицы. Это матрицы уравнения, которые записываем, вот эта сложная диаграмма записываем достаточно простого уравнения, вводим обозначения, ну и в итоге получается вот такое выражение, которое приводит к выражению для восприимчивости вот такого абсолютно аналогично тому, что было в однозонном случае, там была хиноль подъедительная единица минусуна хиноль, то же самое, только записано таким вот образом, поскольку это все матрица, ну и нужно минус первая станет. Ну вот, все варианты рассматриваем, рассматриваем и приходим к такому результату. Действительная часть физической восприимчивости для разных лондовых векторов. Поскольку у нас есть такая двумерная картина, у нас есть кх и кх, трехмерную картину рисовать иногда несподручно, удобнее путешествовать по определенным направлениям в этой зоне бриллиант. То есть 0,0, пи, 0, это значит мы идем вдоль этого направления, и 0, пи, это значит идем вот так. И пи, 0,0 это вот так. То есть по такому треугольнику. и в этих высокосимметричных точках видим, что в одной из этих пи 0 есть кх. Стихная часть кх 0 на нулевой частоте самый простой вариант. Вот есть кх. А кх у нас с чем связан? Он связан с тем, что у нас по-прежнему знак объявится кх. И вот эта вот величина будет велика, тогда у х 0 будет близка к единице. У маленькая величина, поэтому нам нужны большие х 0. И большие х 0 как раз на этом деле. Вот это снова выражение для так называемой гуперовской вершины то, что дает проводящее взаимодействие. Здесь ходит стринчевая, стринчевая, зарядовая, стринчевая со всеми индексами, вот это х плюс-минус, туда входят пункты грина. Далее есть определенная сложность, у нас есть зонные базисы орбиталей. Вот это все берется. Вот у нас есть разные орбитали атомов, мы собираем вместе, эти орбитали как это называется гибридизуются и получаются зоны. То есть в определенную каточку этой зоны мы можем сказать, что она собрана из стольки-то орбиталей. Сколько-то орбиталей, это вклад. Ну вот, и в зонном базисе легко вычислить пропагатор а в орбитальном сложнее. Вот то, о чем я говорил. Вот эта схеме поверхность, где обозначены вклады от разных орбиталей. Есть на ней вклады от xz-орбиталей, вот эти красные показывают, вот yz-зелененькие и xy-селененькие. Самая симметричная орбиталь, поэтому это симметричный вклад. Ну вот, это результат из пяти орбитальной модели и связь зон B A это орбитали, да, оно с помощью коэффициентов Ти, отраков для зонного базиса это орбитальном базисе. Ну и из-за того, что мы здесь все пишем через орбитали, а функция грина проще выражается в зонном базисе, нам придется вот сюда перейти в зонный базис. Вопрос А вот если взять треверковалентную связь, которая, например, кремний, то как может быть пять орбиталей, если там, например, есть три гибридизация, и каждый атом кремний отдает часть своей тонной плотности, другому, они обществляют в какой-то мере, перекрываются, как может быть нечетное количество орбиталей пять? Может быть, я что-то буду? Смотрите, а там коэффициент разложения только будет прийти, в который не отдают даже линейная комбинация. Здесь конкретно для орбиталей, которые дают основной вклад вблизи уровня серб. Поэтому пять. Ну вот, вычисляем сначала вот эту так называемую фонтерскую вершину в орбитальном представлении, и потом с помощью коэффициентов переходим в зонное представление и в конце концов берем действительную часть вот этой причины, она и будет давать эффективное взаимодействие. Ну и параметр порядка в зависимости от импульса это модуль умножить на вот эту угловую зависимость. Вот эта угловая зависимость как раз делает параметр порядка необычным. Когда ажиоттан радиарная отобинается, вот получится какая-то импульсная зависимость. Ну и вот это все формулируется в виде уравнения на собственные значения. Есть собственное значение лябда на собственный вектор жк, он стоит справа и вот это углублено. Решая уравнение на собственные значения, мы фактически получаем и собственные значения, и собственные вектора. Вот как выглядит склад всех пяти орбитальных зонных структурок. Как видите, она сложная, где-то синий вектор, dx квадрат минусыбит, квадрат орбитальный, где-то там dx и и так далее. Это все естественно дает дополнительные усложнения, и ну вот такая простая модель уже не работает, из нее можно стопорить, что основное рассеяние идет вот на этом векторе, он связан с процессом электронно-дырочное возбуждение, это самое расприимчивое, то есть это некоторый канал рассеяния и взаимодействия. Он связан с электром, который связывает электронно-дырочные карманы. Отталкивательное взаимодействие, соответственно, на этом векторе должно менять знак, должно менять знак величина как плюс-берекомедительное это то самое сплюсь-минус состояние, которое было достаточно оперативно предложено для объяснения того, что будет в соединении железа. Вот этот вектор, раз на нем стримчивость максимально, то и так тоже будет ну вот. Это уже более сложные расчеты, более сложные модели, то есть вот орбитальные вклады в разные поверхности фермии переводят вот к такой картине импульсной зависимости щели. То есть вот она здесь дельненькая ноль, красная это положительная щель, синенькая это отрицательная. Если мы движемся вдоль вот этого контура переходим через 0 до 30 и так далее. То есть щель явно не затропна. Потом в другой случае, если появляется еще одна дополнительная сертификлая вот здесь, то здесь щель становится затропна, практически затропна. Все красненько, то есть можно наконец не отдать. И вот если все это делать, то мы пойдем в следующий момент. Во-первых, симметрия, которая получается, она может быть описана функцией АВТ, в которой вот это нулевое, не зависит от импульса, и вот такая простая импульсная зависимость 8 и 8 попала. Это так называемая расширенная симметрия частным случаем, который является спуск-минус симметрия. Она получается из такой симпульсационной теории. А когда вот эти коэффициенты ДТ1 модулируем, можем получить вот тут смену зимон. То есть зеленый это один знак, а ранговый это другой знак. Чечелее параметр порядка. Вот такой вот теории. Ну или другой теории можно так называемый D-тип спаривания 80 смену 80 и пересекают центральную часть. Поэтому здесь смена знака. При повороте на 90 градусов у нас знак меняется. Поворачиваем у нас например плюс переходит в это разные симметрии щели. Это то самое, что получается если рассматривать симметрию всего кристалла, классифицировать вот получается часть а1z часть b1g ну и взаимодействие которое есть в системе оно помогает выбрать что именно из этого будет реализовано для кондиционных теорий вот эти два случая если же рассматривать случай у брата где сильные электронные корреляции то там и другая фирменная то там деки может реализоваться отличие вот этих линий нулей которые здесь есть когда щель обращается на поверхности состоит в том что для дтипа они пересекают центральную поверхность под определенными углами по диагонали они расположены и это так называемые защищенные по симметрии линии то есть как бы мы не меняли взаимодействие которое есть в системе если остается дтип то он будет а для с плюс минус видите может быть такой может быть такой случай то есть эти линии нулей не защищены симметрией нет никаких определенных правил почему они именно там могут быть могут не быть в зависимости от того какая электронная структура и так далее вот тут например параметр порядка для четырех сервис корректностей которые есть в петербург модели вот здесь отрицательные а эти две положительные ну и соответственно меняем коэффициент дельта поменяли и здесь получились большие осцилляции были слабые осцилляции получились большие осцилляции на этой картинке это выглядит как появление здесь линии нулей и другого значения можно менять амплитуду дельта вот они будут уходить и уходить становиться практически затопленным ну вот если путешествовать по фазовой диаграмме электронное выручное адаптирование посмотреть какие там из теории получается ферми поверхности в этом случае такого типа в этом случае другого типа здесь еще дополнительный ферми карман получается то можно оценить какой из параметров порядка там будет самым главным то есть какой политический наиболее ну и получается что в основном это будет с плюс-минус параметр порядка и вот в этом случае деки ну а если в другую сторону двигаться несмотря на все довольно большие изменения ферми ферми все равно с плюс-минус будет убеждать то есть эти детали обусловлены тем что меняется зонная структура на двигателе ферми меняется поверхность но при этом взаимодействие все те же параметры взаимодействия и то что структура там работают оно все остается по поводу одного интересного эффекта хорошо пусть это плюс-минус состояние там есть каким образом его увидеть эксперимент его можно увидеть в эксперименте по рассеянию нейтронов он тоже связан с восприимчивостью то есть мы берем восприимчивость все записываем все функции и так далее и в итоге вот то что получается в однозонном случае в многозонном случае это все обобщается легко мнимая часть восприимчивости почему она нас интересует потому что это динамический отход системы динамический потому что зависит от частоты то есть от времени его можно наблюдать собственно саму восприимчивость которая проинтегрирована по всем импульсам ее можно получить из намагниченности а если мы хотим узнать какая у нас восприимчивость в каждой точке R пространства нам нужно воспользоваться например рассеянием нейтронов у нейтрона есть спин но нет заряда соответственно проходя через твердое тело он будет взаимодействовать со спинами электронов которые там есть и из этого можно вытащить эффцент этого взаимодействия а эффцент взаимодействия это по сути получается спин спиновой то есть из неупругого рассеяния нейтронов можно напрямую поверить величину мнимую часть восприимчивости ну и вот здесь записано эта мнимая часть это теоретические картинки здесь мнимая часть взаимодействия нет вот для с типа у нас есть щель 2 дельта потому что открылась вопроводящая щель никаких возбуждений в системе нет а потом постепенно начинает нарастать для из-плюс минус состояние немножко все не так там есть вот такой штачок штачок возникает из-за того что знаки параметра порядка разные на разном на 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 а после этого мы включаем взаимодействие то есть вот здесь вставим у не равное нулю и из знаменателя который здесь находится мы видим что если мнимая часть равна нулю если у на действительную часть равно нулю то это будет поделиться на 0 и расходимость расходимость воскресенье ну и вот мы можем нарисовать действительную часть с помощью преобразования крайнего сахроника связана с мимой частью для с типа а для с плюс минус она имеет вот такой пик из-за того что здесь есть такой выскочок а раз есть такой пик то мы можем таким образом выбрать коэффициент единиц на у чтобы они пересекали чтобы он пересекал вот это пересекало которые есть действительно части хима и мы в итоге добиваемся того что вот этот знаменатель обращается к ноль так ну и получается приводит к тому что для с плюс-минус симметрии есть такой вектор на котором дельток ану минус дельток плюс и скачок из которого следует что в действительной части есть логарифмическая символярность то есть единица на у это действительно часть хи ноль когда у нас некая величина расходится что это означает это означает нестабильность этого состояния и в данном случае это означает возникновение частицы возникновения некоторого возбуждения но поскольку это спиновая система то возникает так называемый если все параметры системы сделать идеальными то это будет настоящая функция до бесконечности если же в системе какое-то конечное рассеяние за счет примеси за счет взаимодействия электрона то будет такой конечный бит и он должен образоваться ниже энергии 2 дельта для с состояния здесь все защелено а в щеле есть некое возбуждение это и есть спиновый экситон то есть спиновая восприимчивость в ней возбуждение внутри щели граница 2 дельта и вот такой пик достаточно быстро обнаружили эксперимента сначала периодически это получили а потом эксперимента это увидели на разных материалах ну и собственно говоря если усложнить эту систему перейти к тому что здесь дельтс дельтс немножко отличаются то этот немного следит вниз но тем не менее общая дельтс останется той же самой так ну вот для неравных силей пробегу вот экспериментальная картина мнимая часть восприимчивости в зависимости от нейтронного рассеяния получается вот в нормальном состоянии 60 клиентов классическая восприимчивость а при 4 температуре 4 кельвина или переход в сверхпроводящее состояние возникает вот такой практически не видно но есть этот пик и это как раз и есть тот самый ским резонанс получается что в системе есть знакопеременный параметр порядка он имеет один знак в одних к точках другой знак в других к точках и на векторе который эти к точки соединяет должно возникать такое возбуждение его действительно наблюдают это является подтверждением спин-функтационной теории спаривания в этих веществах давайте кратко еще про примеси расскажу дело в том что про классические сверхпроводники опять-таки все было довольно давно известно как примеси влияют на циропроводящее состояние они должны влиять плохо потому что вот у нас есть коверентное состояние есть электроны которые в случае идеальной системы образуют кубернские пары и теперь мы туда засовываем какие-то лишние вещи примеси магнитные или не магнитные все вот эти электроны которые до этого спокойно путешествовали начинают обыти примеси спотыгаться то есть рассеиваться соответственно как они могут образовывать куберовскую пару казалось бы уже никак так вот Андерсон показал что немагнитные примеси никак не влияют на эти самые куберовские пары то есть вот мы повышаем концентрацию примесей в системе а критическая температура этого не чувствуют а с другой стороны магнитные примеси у них есть магнитный момент который взаимодействует со спином электронов поскольку электроны образуют куперовскую пару противоположными спинами но если мы туда поместили локальное магнитное поле то оно будет на эти спины влиять и не давать испаривать и тогда критическая температура будет уменьшаться теория косов в случае однозонного параметра все понятно внутри фермиповерхности рассеяния на примесях а теперь многозонный случай у нас тогда появляется еще один канал взаимодействия вот есть внутри зона а получается и межзонное действие и все хорошо если параметр порядка одного знака на всех этих поверхностях а если он разного знака то тогда будет возникать ситуация с разрушением куперовских пар это как раз Александр Абрамович занимался исследованием этого на магнит Бор-2 тоже многозонном светопроводнике который в итоге оказалось что он нормальный бронфанонный сверхпроводник и щель у него постоянная но потом все вот эти знания они когда открыли знакопеременную щель соединения железа можно вопрос а вот эта синяя линия на каком-то пределу потому что иначе я могу заменить просто одно вещество полностью на другое ну представьте вот я увеличиваю концентрацию и доходится до 100% то есть у меня получается вещество новое концентрация примесей считается малой когда так сломается примеси неупорядоченные в отличие от нового вещества тут считается что они все случайные как бы увеличили порядка между ними восьми восьми ну собственно ладно я пропустил о том что вычисляем параметры порядка и частоту одно приближение есть восьми 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 можно следующим образом если у нас нас интересуют эффекты связанные с мерзорным только рассеянием а внутри зон у нас все более-менее однородно мы можем перейти вот в такой картинке к ферми точкам то есть мы разбиваем все на два варианта у нас есть такие как внутри зонные процессы и мерзонные процессы а внутри зонные у нас приходят на изготовку херми полезности поэтому переходим к таким херми точкам ну вот такой простой модели можно получить следующий эффект ну это собственно говоря иллюстрация того почему-то не понижается когда у нас есть немагнитные примеси когда немагнитные примеси у нас знак в одном уравнении который для чистоты и другом уравнении который для параметра порядка у нас одинаковый плюс и плюс а при вычислении критической температуры у нас входит вот такая комбинация и в итоге из-за того что знаки одинаковые они дают то же самое решение как будто примесили это собственно говоря и есть а магнитные примеси наоборот они дают дополнительный знак минус появляется добавка и появляется добавка уравнений на критическую температуру которая подавляет самая самая температура интересный эффект связан с тем что для с плюс минус симметрии для с плюс минус состояния нули параметра порядка они не привязаны к симметрии они не обеспечены симметрией мы можем переходить от одного состояния параметра порядка от угла зависит и пересекает ноль к тому состоянию где он ноль не пересекает это можно сделать с помощью рассеяния на примесах примесное рассеяние в итоге приводит к тому что у нас происходит изотропезация параметра порядка на каждом черном контуре ну и в итоге все стремится превратиться в линию и линии и исчезает а другой случай интересный получается когда казалось вот у нас есть с плюс минус состояние раз параметра имеет разный знак то у нас получается аналог тех самых магнитных примесей где в одном из уравнении вместо плюс стоит и вот этот дополнительный минус возникает из-за того что на другом фирмен контуре в щели параметра порядка имеет знак минус и поэтому критическая температура она в сверхпроводнике подавляется магнитные примеси в многозонном сверхпроводнике с необычным параметром порядка работают как немагнитные а немагнитные работают как интерес перевер но у системы есть одна интересная точка когда она увеличена концентрация примесей может оказаться что одна из щелей они что делают при увеличении концентрации примесей при рассеянии между зонами они стремятся к одной общей величине были стали между ними рассеивать между зонами которые соответствуют этим параметрам порядка они стремятся к чему-то одному если они стремятся к среднему а если одна была больше другая меньше они стремятся к чему-то общему общее значение она лежит выше значение одного из параметров порядка пройдет через 0 и здесь были разные знаки а здесь стали одинаковые то есть было состояние с плюс минус а потом потом стало состояние с плюс минус поскольку здесь все все знаки одинаковые и у нас возникает интересная особенность которой не было для обычных классических сверхпроводников перехода с плюс минус в с плюс плюс состояние для магнитных примесей есть и обратный переход с плюс в с плюс минус многозонность приводит целое влияние ну вот и по сути мы видим что с плюс минус состояние будет подавляться если у нас есть немагнит примеси и единственный способ этой системе остаться в правильном состоянии это перейти в то состояние где примеси не влияют они влияют в состояние основная идея этого перехода но естественно для этого нужно некоторое взаимодействие которое позволило продолжать сохраняться быть пары зависимости от концентрации примеси зависимости от температуры можно переходить по-разному можно идти вдоль одной людьми переходить из раз-плюс-минус раз-плюс-минус можно идти по-раз-плюс-минус и так далее но где это наблюдается наблюдается это в эксперименте по облучению протонами монокристаллов негтидов глубина проникновения которую можно измерить глубина проникновения магнитного поля она при наличии перехода из одного состояния в другое вот таким вот образом должна себя вести вот эта точка перехода в эксперименте видят подобное то есть сначала при увеличении облучения глубина проникновения увеличивается потом при астопадре и начинает дальше в конце ссылки на литературу на основе я дальше покажу это две статьи офлайн с моими участками 2014 и 2016 год потом про восприимчивость написана глава книги ну и завершить следующим то можно назад а вот и книжечку конечно вот казалось бы экзотическая теория того 60-х годов еще предлагал один из создателей Букаша теория Берка Шрифера тот самый Шрифер который принимал участие в создании Букаша предлагал ее в 60-х годах потом она получила развитие в 80-х годах но не нашла применения и вот только в 2008 году с открытием нового класса сверхпроводников оказалось что ее модификация может вполне хорошо объяснить то что то что наблюдает и класс необычных сверхпроводников он все продолжают открывать новые новые материалы при этом возникают новые особенности в случае негтидов одной из особенностей была это существенная многозондность многоорбитальность и теперь люди стали уже смотреть на те вещества которые были открыты ранее в частности купраты смотреть а как там многозондности многоорбитальности сыграют какую роль они сыграют к чему они приведут и поэтому вот такое движение науки вперед с оглядкой назад что можно еще понять из того что уже казалось поперек оно приводит к безусловному движению ну и на этом я хочу закончить можно вопрос вы говорили про магнитные примеси вы упомянули что они как-то скажем так мешают организации куперовских пар то есть конденсации двух электронов у меня вопрос мы не можем рассматривать синглеты куперовской пары как бозон с нулевым спином получается мы рассматриваем как два фермиона с противоположными спинами они таким образом формируются то есть некое взаимодействие которое эти две частицы сближает а теперь мы взяли и в это взаимодействие засунули еще один член который пытается спин одного из этих электронов приземлить ну уже все системе как-то не выгодно то есть у нас канал рассеяния появился не спин независимый а спин зависимый то что вы говорили про многозонный смысл там смысл примесей даже обычных заключается в том что это канал рассеяния между зонами разными поэтому между ними начинается не то что это спина а именно то что спина то нет но в другую зону он может перейти за вас в канале с плюс-минус наоборот способствовать здесь да